МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Из-за тебя у меня мало подписчиков, потому что все от меня отписались после этих фотографий. Спасибо! Она разрешила мне выложить эти фотографии. И когда поняла, что ее хейтят, начала наезжать на меня. Оставив дочь в молодежной компании на своей яхте, отец Карины Мироновой и не предполагал, к чему может привести такая вечеринка в отсутствии взрослых. Теперь в суде выясняют обстоятельства драки между Кариной и ее подругой Анной. А девушки тщательно скрывают истинную причину ссоры, в результате которой едва не погибла Анна. Отец Матвея, дядя Рома, он убил моего отца. И мама бы меня не простила, если бы узнала, что я сплю с сыном убийцы моего отца. Матвея Руднева обвиняют в покушении на убийство его одноклассницы Алины Колесниковой. По версии обвинения, Матвей столкнул Алину во враг, потому что ревновал ее к другому подростку. Но адвокат настаивает, что преступление совершил совсем другой человек. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Миронова Карина Анатольевна. Карина, сколько тебе лет? Мне 17 полных лет. 17 полных лет. Так, Карина, ты обвиняешься по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса в причинении вреда здоровью и средней тяжести. Значит, я тебе разъясняю, что 23 августа по данному следствию ты, находясь на яхте своего отца, избила свою приятельницу Нойку Анну Михайловну, затем столкнула ее в воду. Скажи, пожалуйста, так все и было? Вину свою признаешь? Нет, не признаю. Я не била Аньку. Я сейчас расскажу, как было дело. Мой отец купил небольшую 20-метровую яхту, и мы праздновали это. А праздновали одни, без взрослых, что ли? Да, взрослые остались в отеле на берегу. Вот мы поплавали сначала, а потом кинули якорь. Яхту управлял чувак, которого нанял мой отец. Мы выпили все немного шампанского. Я вообще выпила пару глотков, я просто лежу за фигурой. Не то что Анька. Анька может бутылку всосать и даже глазом не моргнуть. Ты адекватная, я практически не пила. Рассказывай. Так, спокойно, спокойно. Вот. И там, да, была небольшая потасовка. Мы потаскали друг друга за волосы. Но больше Яньку не била. Да, конечно. Ну это как игра была, или что это такое? Или это реальная была ссора? Мы немного повздорили, нас растащили, и все. Так, Карина, вот твоя социальная карта, представленный суд. Указано, что ты учишься на отлично. Вот как. Поведение у тебя хорошее. Первый юношеский разряд под теннисом. Что это вы не в теннис играете, а за волосы друг друга? Перетягиваете. Это что такое? Новый вид спорта? Перетягивание за волосы? Нет, я ее задела, потянула. Понимаете, мы весь день фотографировались на яхте. И когда я отобрала пару удачных фотографий, чтобы их выложить в соцсети, я увидела, что Яньку уже залила свои. Причем с хэштегом «Я и моя яхта». Отец подарил мне яхту. Еще так совпало, что яхта называется «Святая Анна». Но потом, после того, как я залила свои фотки, конечно, мне начали писать комментарии по типу «А, ты что, у Аньки тусуешься, да? Залетела к Аньке на тусовку? Как будто я гостья на своей яхте». То есть у вас по принципу, кто первый написал, того и яхта? Получается, что так. Вот они, жертвы информационного пространства. Но по факту-то яхта моя, и из-за этого я хотела набрать много просмотров. А вот попробуй теперь докажи, что твоя яхта. Все? Ну ладно, не переживай. Твоя, твоя яхта. Вот именно, что моя. Давай послушаем, что по поводу ваших развлечений, перетягивания волос и яхты, думает обвинение. 23 августа молодежь отдыхала на этой самой свежеприобретенной яхте, и в 4 часа утра между потерпевшей и подсудимой произошла потасовка, в результате которой подсудимая ударила головой о рынду на корабле потерпевшую и скинула ее в воду. Почему именно на подсудимую, ну что именно она совершила данный факт, какие доказательства указывают, это то, что на одежде и обуви подсудимой находятся частицы крови, ну и биологические частицы, соответственно, потерпевшей. То есть била и даже ногами? Именно кровь, во-первых, указала о том, что характер повреждений не случайный, упала в воду не сама потерпевшая. Начнем с этого. Подсудимая волокла ее около двух метров, там кровавая дорожка на палубе, а подсудимая в темноте ее не заметила. Более того, наступила туда ногой. Я наступила туда ногой, когда бежала ее спасать. Вместе со всеми. Она ползла, что ли, вот так вот по этой, вместе с кровью. Я не знаю, как она там сползала. И действительно, она скинула ее в воду, а потом начали кричать, там, о, человек за бортом. И она вместе с остальными спасала девушку, делая вид, что она здесь совершенно ни при чем. Никто ее за борт не кидал. Весьма себе кинула, кинула. И есть еще такой нюанс. Это была не какая-то спонтанная акция. Почему? Вот сейчас озвучила, что они там употребляли алкоголь. Но потерпевшей действительно 0,6 промилле в крови было обнаружено. В то время как подсудимая была... То есть алкоголь у всех в крови, правильно? Нет, подсудимая была абсолютно трезва. Она напилась и выболилась, значит, за борт. Я не напилась на столе. Ну молчи, там все указывает. И призва, и меняемая была у нас подсудимая. Итак, я уже сказал, что все находились внутри яхты. На палубе на самый момент совершения преступления находились только потерпевшая и подсудимая. Она, ну, опять же, скинула в воду. Ну, в принципе, все рассказано. Есть только один очень печальный нюанс. В результате травмы головы, ну, вот удара головой об эту рынду, у нас потерпевшая, ну, у нее теперь прогрессирующая потеря зрения. Сейчас уже скоро 50% как не видит. И я так понимаю, может дойти до полной слепоты. И вот это, конечно, весьма и весьма печально. Мотив, ну, в принципе, сейчас озвучил, из-за чего у них конфликт произошел. У них тщеславие, ревность. Кроме того, еще личные отношения у них такие тоже там запутанные в этой компании. Ну и, соответственно, считаю, что вина доказана полностью. Прошу наказания. Два года лишения свободы. Два года? За что два года лишения? За то, что она напилась и перевернулась запах, а мне два года сидеть супер. Да, ваша честь, это даже еще и не все. Все не так было. Она перевирает. Она сама позволила мне выложить эти фотографии в сеть. И я больше скажу. Она ходила и фотографировала меня по всей яхте. Я, между прочим, за фотосессию спенила целых три купальника. Ни в один в лес не могла, да? И ты потом удивляешься. Почему же у тебя так мало подписчиков? Так может, потому что ты не работаешь. Из-за тебя у меня мало подписчиков. Потому что все от меня отписались после этих фотографий. Спасибо. Она разрешила мне выложить эти фотографии. И когда поняла, что ее хейтят, начала наезжать на меня. Наши друзья нас разняли. Потом я поднялась вверх на палубу. И она пришла туда и начала добивать. Кто пришел туда тебя бить? Ты. Пить меньше надо, Зай. Может быть, это ты напилась, раз ничего не помнишь? Ноль промиль, Зай. Ноль промиль. Ты сказала, что она пришла тебя чего добивать? Да, она пришла меня подкатывать. А что на этот раз ее не устроило? Если первая претензия была по поводу неправильного хэштега. Бел, ее парень. Ко мне подкатывал ее парень. Потому что я объективно красивее, чем она. То есть там и ребята были наехать? Не было никаких ребят. Там были друзья. У тебя все хорошо? Друзья были. А потом я еще напилась, она брезвая. Ну как же так, когда из-за этого? И знаете, помимо всего прочего, у нее есть еще причина меня ненавидеть. Дело в том, что у меня, а, больше подписчиков, б, меня приглашают блогеры на коллаборации вместе с ними, а ее нет. И вот так она мне отомстила. И теперь я, между прочим, чуть не ослепла на один глаз. Что-то будет дальше, неизвестно. Как я буду сниматься? Я не понимаю, все из-за тебя. Да не снимайся. Так, секундочку. Давайте теперь разберемся со взрослыми. С вами, девочки, все понятно. Отдохните пока. Анатолий Иванович, значит, вот видите, ваше приобретение хотели, так сказать, лучше сделать, да, наверное? Чтобы отдыхали все на этой лодочке. А в итоге к чему это привело? Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с дочерью? Ну, какие могут быть отношения с дочерью? Дочь, это моя любимая дочь. И я могу в защиту дочери сказать, что девочки никогда не ссорились. Я просто не верю, что моя Карина избила свою лучшую подругу. То есть вы считаете, что Карина и Аня лучшие подруги? Они лучшие подруги. Не надо было доводить все это дело до суда. А вот ты, прокурорище, сказал, что виновные должны сидеть в тюрьме. Из-за тебя моя жена легла в больницу. Понял? Я сам на таблетках. А у нее сердечный призыв бездна на вы. На вы. Из-за него моя жена легла в больницу. Карина, подожди. Вспомни, пожалуйста. Точно ты избивала Аню? А ты, Аня, в свою очередь, вспомни, точно ли тебя избила Карина? Как ты сказала, ты выпила. Вас там было много. Было темно. Ну, как же вы смогли поссориться? Вы ведь дружили. Ваша честь, они... Вы думаете, я неадекватная? Ну, вы же дружили. Ваша честь, девочки действительно дружили. Они в один класс ходили. Мы с семьей дружили. Но просто получилось так, что... Я теперь Аню воспитываю одна. И с мужем мы развелись. И много лет назад, точнее, пять лет назад, у Ани произошла операция. То есть у нее было потеряно зрение на целых 25%. И действительно, в итоге этой потасовки у моей дочери ухудшилось зрение. Девочки находились одни. Компания молодых людей, подростков, несовершеннолетних, находятся на лодке, на воде. Ссорились, дрались. Могли вообще там утонуть. О, нет, нет. Секундочку. Почему у взрослых никого не было? Как не было взрослых? Я говорю, не надо на меня наводить поклёб. Там был мой штурман. Он учился на шкипера. 26 лет. Для вас это не взрослые. Он мне лично звонил и сообщал все, что творилось на этой яхте. Я его лично нанял ухаживать за яхтой. И что он говорил, звонил? Дерутся. Так, опять дерутся. Нет, он мне звонил. Все нормально. А, все нормально. Ваша честь. Я просто сам моряк. Я купил недавно яхту у моего знакомого. Мы с друзьями сидели в отеле яхт-клуба. Ну, замачивали покупку. Я оплачу любые расходы. Да, оплачу, оплачу. Понятно. Давайте конструктиву вернемся. Оплачу, это самое главное. Я прошу пригласить свидетеля. Это Крутова Марина, она расскажет, какие там разговоры происходили между... Так, Крутова Марина Николаевна приглашается в суд в качестве свидетеля. Приставь, пожалуйста, проводить ее судебное заседание. Свидетель обвинения Крутова, проходите, пожалуйста. Так, Марина, проходи, пожалуйста, присаживайся рядом с прокурором. Спасибо. Марина, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Я правильно понимаю, что 23 августа ты в компании своих подружек, Ани, Карины, других, на яхте Анатолия Ивановича праздновали? Да, все верно. Да, я отдыхала вместе с ними на яхте. Ну, расскажи, пожалуйста, что же происходило на яхте? Ну, знаете, с нами был очень известный блогер. Его зовут Майами, три шестерки. Так вот, он там придумал очень интересный челлендж между ними. То есть они соревновались за место вести с ними, точнее, с ним шоу «Гламурные самки». Так вот, и он сказал, кто там из них больше лайков и комментариев заработает, тот будет вместе с ним вести шоу. Так вот, они там начали что-то там драться, челленджи всякие придумывать. И снимали там одна нищая стала, другая там якобы инвалидка. То есть опять любимый вами трэш-контент? Ну, конечно, куда без него. Ну, они спорили на деньги, и тут уже мимо нас проходят инвалиды, смотрят на нас, уже косятся, думают нас прогнать. И мы еле-еле просто деру дали от них, сбежали. Карина, тебе чего не хватает? Ты что, с ума сошла? Тебе денег мало? Да какие там деньги, вы понимаете? Там такие просмотры были за день, около 100 тысяч. Так вот, кстати, Аня выиграла там них. И мы разговаривали с Кариной, и она мне рассказала то, что просто уже не может терпеть Аню и хочет ей отомстить. Отомстить за что? Ну, что отомстить, я не совсем поняла. А ты была свидетелем второго конфликта, который попозже случился? Да-да-да, конечно, была свидетелем второго конфликта. Я услышала, как на втором этаже они ругались. Стала, ну, конечно, бежать по лестнице и споткнулась. Сидела, просто еле в себя приходила. Ну, пока приходила в себя, уже поднимаюсь, и никого нет. Выхожу на палубу, а там в воде Аня уже плавает. Я так испугалась, начала звать на помощь. И, ну, слава богу, я нашла людей, мы уже там вызвали спасателей. Вот, и ко мне подходит Карина и говорит то, что, говорит, ну, знаешь, это была не я, я была в туалете. Да как тебе вообще не стыдно, я не понимаю, родную свою подругу, так, выкидывай. Ну, я думаю, очевидно, что у нас не будет, Гарина, признавать свою вину. Поэтому я думаю, что это не важно, потому что мотив есть, свидетели есть, доказательства вины тоже есть. Поэтому все, очевидно. Да ее, в принципе, можно уже сажать. Конечно. Она хотела меня убить. Если бы не она, я бы утонула. Если бы тебя кто-то хотел убить, я бы уже убила. А так стукнула пару раз. В чем, в чем я виновата? Стукнула. 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 В чем я виновата, если ты упала за этот борт? Я не могу. В ходе потасовки ты упала за этот борт. Я не могу. Ты же сама это говорила. Ну, то есть ты ее признаешь, да, что ударила? Пофиг. Да. Я признаю, что я ее ударила. Я потом подхожу к ней. Она лежит, не дышит. Я испугалась, что убила ее и перевалила ее за борт. Зачем? Чтобы она в себя пришла? Или чтобы утонула? Я думала, она умерла. А потом смотрю, она барахтается. Скорее все побежали ее спасать. Ну, наглоталась она воды. Ее откачали. Ничего страшного не произошло. Ничего страшного. Я чуть не умерла. Проигрывать надо уметь, моя хара. Подожди, Карина, ты что, признаешь, как то, что ты избила свою лучшую подругу? Успокойся, пожалуйста. Успокойся, пожалуйста. Выслушай меня. Выслушай. Для тебя 100 лайков, которые ты вошли в человеческих отношениях. Успокойся, Карина. Тебе врача вызвать? Она просто... Или удалить? Нет. Не надо, да? Хорошо. Все успокоились. Да. Порядок судебного свидания. Пристав, пожалуйста, реагируйте быстрее. Девочки у нас шустрые. Так. Вот видите как. Видим, Александр Львович. Кстати, постоянная конкуренция за то, чтобы занимать первые места в интернет-пространстве среди молодежи, это уже событие такое обыденное и ни для кого не секрет. Но моя подзащитная совершила данное преступление по другой причине. Ну какой же? Да, она находилась в очень сильном душевном волнении и не отдавала отчет своим действиям, когда узнала очень одну интересную и естественно для нее очень неприятную информацию. То, что подписчики уходят? Да нет, Ваша честь, это все уже мелочи жизни. Сегодня уходят, завтра приходят. А то, что узнала моя подзащитная, это информация несколько иного свойства. И об этом нам расскажет Голубев Сергей Викторович. Это приятель моей подзащитной и потерпевшей. Прошу его пригласить и дополнить в качестве свидетеля. Давайте пригласим. Голубев Сергей Викторович приглашается в судебное заседание в качестве свидетеля. Пристав, пожалуйста, проведите его. Свидетель защиты Голубев, проходите. Сергей, проходи, присаживайся, пожалуйста. Сергей, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ты знаешь Карину, знаешь Аню. Знаешь, в каких отношениях они находятся? Да, вроде все было хорошо. Вроде подружки, но как начнут конкурировать друг с другом? Да, Ваша честь. Скажи, пожалуйста, известна ли тебе причина, по которой Карина напала на Аню? Да, естественно, Ваша честь. Я был на яхте в тот вечер и точно знаю, о чем говорю. Наследствие меня не допрашивали. Ну, я на следующий день после тусовки уехал отдыхать, но я знаю одну интересную вещь. Ваша честь, я знаю, что Карина ревновала Аню к тому, что ей с какого-то перепуга Каринины родители начали дарить всякие дорогие подарки. Мол, телефон дорогой, часы, украшения, одежду. Ну, я поначалу думал, что это просто как близкой подружки Карины. Ну, и из-за того, что Аня с ее мамой на данный момент стеснены в средствах. Но на яхте я-то выяснил, в чем тут дело, Ваша честь. Замолчи. Так, спокойно, Карина. Значит так. Продолжай, пожалуйста. Сергей, продолжай рассказывать. Суду рассказывай, сюда. Значит так, Ваша честь. Почти все ребята были в каюте. Я выхожу покурить. Думаю, где же Карина? Захожу в соседнюю каюту. А там этот шкипер, которого Каринин папа нанял, набухался и лежит там в каюте, спит. Ну, я поднимаюсь чуть выше, и тут слышу, как Аня произносит одну очень странную фразу. Смолчи. Ваша честь. Аня произносит очень странную фразу. Она сказала дословно. Твой папа меня любит. Тоткнись. Твой папа меня любит. И яхту назвал в честь меня. А Карина ей отвечает, ты моего отца не получишь. Ну, в общем, тут-то и ясно, в чем дело. Отец Карины спит с Аней. Не спит он с ней. Я ее избила из-за фотографий. Я ее избила из-за фотографий. Ага, из-за фотографий. Какая она его любопница. Я-то тут все выяснил. У моего товарища фирма по спецпокраскам. Они яхтами занимаются. Яхта до продажи. Называлась Стелла. Твой папа ее перекрасил, переименовал и зарегистрировал как Святая Анна. В честь любовницы. Какая любовница? Ты с ума сошел? Какая любовница? Ты хоть слышишь, что ты несешь? А может, скажем им правду? А, папа? Да хотелось бы услышать. Как это папа? А вот так это папа. Может, пора уже всем давно об этом узнать? Если маму узнать, я тебя лично задушу. Слышишь, а яхт, если моя мама об этом узнать, я тебя задушу. Я тут при чем? Причем тут я и твоя мать. Хороший папочка. Переименовал яхту. А может быть, ее стоило переименовать в Святая внебрачная дочь Анна? Так, Анатолий Иванович, без вас не разберемся. Поясните, пожалуйста, Анна, ваша дочь? Ваша честь, я сейчас объясню ситуацию. Дело было так. До женитьбы на маме Карины я какое-то время встречался со Светой. Она забеременела и ушла к другому мужчине. Отец Ани был уверен, что Аня и его ребенок. Я познакомился сразу со Светиной подругой, мамой Карины. Мы стали дружить с семьями. Никто ни о чем не догадывался. Три месяца назад папа Ани, ну, муж Светы, ушел из семьи. Ну, естественно, я помогал как мог деньгами. Понятно. То есть вы, Аня и Карина, сводные сестры, так получается, по отцу. Правильно? А дед, папочка, а мне вот, вот что, вот ей яхту, а мне что, дом в Подмосковье? В честь меня дом в Подмосковье назовешь? Что будет с мамой, когда она узнает, у нее сердце больное? Мама знает. Она все восприняла нормально, адекватно. А ты ее своим поведением упекла в больницу и чуть не ушлепала свою сестру. Анатолий Иванович, ответьте, пожалуйста, суду на следующий вопрос. А как Аня узнала, что вы ее биологический отец? Понятно, что вы и Светлана знали. Я расскажу, Ваша честь. Пожалуйста. Пожалуйста, Толь, можно я? Ваша честь. Пожалуйста. Это я Ане еще рассказала два года назад о том, что ее родной отец на самом деле Анатолий. Ну и почему моя дочь, в конце концов, должна была расти без отца? Это, значит, все дозволено. А мне должна быть просто вообще никакая. И она заслуживала отца, в конце концов. Да, я сказала. Наша, конечно, столь вина была, что мы Карине сами это не рассказали. А Аня, конечно, тоже хороша дочь. Преподнесла ей на этой яхте как раз всю эту правду. И, естественно, девчонки и поссорились в итоге. Какая-то не была ей еще об этом сказать. Если ты, если ты не переназовешь яхту в честь меня или мамы, я убегу из дома, и больше ты меня не увидишь. Если меня посадят, во всем будешь виноват ты. Во всем будешь виноват ты. Во всем будешь виноват ты. Посадят. Мы все сделаем. Я найму. Я найму хороших адвокатов. Карина, успокойся. У вас и так неплохой. Я вновь. Удаляясь для постановления приговора. Зачем? Далее в программе. Отец Матвея, дядя Рома, он убил моего отца. И мама бы меня не простила, если бы узнала, что я сплю с сыном убийцы моего отца. Матвея Руднева обвиняют в покушении на убийство его одноклассницы Алины Колесниковой. По версии обвинения Матвей столкнул Алину во враг, потому что ревновал ее к другому подростку. Но адвокат настаивает, что преступление совершил совсем другой человек. Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Миронова и Карины Анатольевны несовершеннолетней, ранее несудимой в совершении преступления, предусмотренную частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса, то есть причинение средней тяжести вреда здоровью, суд принимает решение признать Миронову Карину Анатольевну виновной в совершении данного преступления, но освободить ее от наказания в соответствии с статьей 90 Уголовного кодекса Российской Федерации, заменив ей наказание принудительными воспитательными мерами и направить ее на 1 год 6 месяцев в специальное закрытое учреждение, то есть спецучилище закрытого типа, ты, Карина Анатольевна, отправишься для того, чтобы там жить, учиться, получать профессию, как все девочки твоего возраста, которые совершили преступление. Это не наказание, это исправление, для того, чтобы ты немножко увидел другую жизнь, оффлайн то, что называется. И вот там, там, я думаю, что ты пересмотришь свои отношения, во-первых, к отцу, к матери, которая только хорошего тебе желает, ну и, может быть, все-таки смиришься с тем фактом, что у тебя есть сводная дочь. Съебное свидание закрыто. Здравствуйте. 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 Представься, пожалуйста. Руднев Матвей Романович, полных 17 лет. Родился 5 октября 2003 года. Матвей, ты обвиняешься по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в покушении на убийство. Я тебе разъясняю, что по данному следствию 10 июня ты напал на свою одноклассницу Колесникову Алину. Ударил ее по голове, столкнул в овраг. Скажи, пожалуйста, ты свою вину признаешь? Нет, не признаю. Ваша честь, я бы никогда вообще такое ни с кем не сделал. С Алиной тем более. Это какая-то ошибка. Да все он врет, Ваша честь. Я прекрасно помню тот вечер. Я тогда возвращалась после вечеринки, было темно и лил дождь. И вот вдруг я услышала, что сзади меня кто-то бежит. И только я собралась обернуться, как меня кто-то по голове ударил и в овраг столкнул. Но я отключилась, а когда открыл глаза, этот передо мной с корягой стоял и трес ей передо мной. Ну, если бы не Егор, который в то время случайно там проходил, он бы мог меня и прибить. Наверное, на зло, потому что я отказалась с ним встречаться. Ваша честь, это неправда. Что скажешь, Матвей? Алина не единственная девушка на этой планете. Да, она мне нравилась, но на некий свет к Линам не сошелся. Я в тот вечер шел и увидел, что розовую куртку в овраге лежит. Ну, как у Алины. Решил спуститься да посмотреть. Смотрю, это правда она лежит, вообще без сознанки. Ну, я наклонился, а она глаза открыла. И как заорет. И Егор выскочил, как начал на меня кричать, что это я виноват. И я испугался и убежал. Но я бы никогда этого не сделал. А когда я ее нашел, она уже там лежала. Каким выводом пришло предварительное расследование? К тому, что виновен наш подсудимый, именно тот самый, вот сейчас упомянутый Егор, и сообщил как раз в полицию о том, что на его одноклассницу, Колесникову Алину, было совершено нападение, которое чуть-чуть не привело, так скажем, к гибели девушки. Но, тем не менее, как мы видим, последствия весьма серьезные. Сделал это, как уже было сказано, наш подсудимый, Руднев Матвей. Когда на место совершения преступления выехала оперативно-следственная группа и скорая помощь, они увезли девочку в больницу и выяснилось, что у нее травма позвоночника. Весьма серьезная, в результате чего у нее ноги не функционируют. Врачи сейчас пытаются восстановить двигательную функцию, но пока еще безуспешно. Потерпевшая сама заявила, что данное преступление совершил именно Руднев Матвей. Ну и, соответственно, было возможно уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Но она же не видела, как я этого делал. Почему из меня решили козла отпущения это сделать? Ну, как Билл, не видела. Но когда я открыла глаза, ты увидела именно тебя. И Егор видел тебя рядом со мной тоже. Ну да. И что касается обстоятельств совершения данного преступления, как все происходило. Итак, у нас 10 июня, соответственно, подсудимый, уже имея умысел на убийство, причину я назову чуть позже, пришел в лесную сторожку, где проходила вечеринка молодежи, и там были его одноклассники, и там, соответственно, была и потерпевшая. Порядка в 22 часа, незадолго до совершения данного преступления, Алина пошла домой, пешком по проселочной дороге одна. Матвей ее, соответственно, догнал буквально минут через 15, как она отошла. То есть, ну, практически следил за ней, то есть догонял ее от момента, ну, от места этой вечеринки. Он фактически ее преследовал. И, воспользуясь тем, что она была одна, огрел ее вот этим поленом, корягой сзади по голове. В результате удара она временно потеряла сознание. Данное бревно было обнаружено на месте преступления. На нем и частицы крови, и логические частицы потерпевшей, и фото-жировые следы, принадлежащие подсудимому. Эксперты все это установили. Весьма весомое доказательство и в прямом переносном смысле. В результате она упала во враг. Матвею это показалось мало, то есть он решил убедиться в саде, ну, что довел дело до конца, и он спустился во враг посмотреть, жива ли вообще потерпевшая. Склонился над ней, и в этот момент как раз, к счастью, тот самый вот Егор, который впоследствии Фадеев Егор, он туда пришел, поскольку она начала кричать, очнулась, увидела, ну, вот как только что озвучила уже, очнулась, увидела Матвея, начала кричать, звать на помощь, на крики прибежал этот самый Фадеев Егор, и фактически спугнул подсудимому, не дал ему довести свой преступный умысел до конца. Подсудимый с места совершения преступления скрылся. Ну, как я уже ранее сказал, Фадеев вызвал скорую помощь, вызвал полицию, девочку спасли. Полагаю, что вина доказана полностью, мотив у него был, были причины совершения данного преступления, причина банальная ревность, поскольку он предлагал потерпевшей, ну, отношения, встречаться с ней, влюблен как будто бы был, а она предпочла другого. Парень не стерпел и решил свою обиду выразить вот таким вот образом, решил убить объект своего вожделения. Я, ну, еще раз повторюсь, вина доказана, есть и другие доказательства вины подсудимого. Если он не будет признаваться, придется их предъявлять в ходе судебного разбирательства. А пока считаю, что его нужно наказывать и наказывать серьезно лишением свободы сроком на 6 лет. Я этого не делал. Почему вы не верите мне? Ваша честь, Матвей добрый и сознательный мальчик. Я выяснила его одна, большой любви, и он никогда бы не поднял руку на женщину, а уж тем более не попытался бы ее убить. У нас в семье всегда доверительные отношения, и все вопросы мы решаем мирным путем. У обвинений есть свидетель, а заодно спаситель, нашей потерпевшей, тот самый Фадеев Егор, который может рассказать, что на самом деле Матвей очень сильно ревновал Линуто к другим парнямам. Давайте пригласим свидетеля обвинения Фадеева Егора Олеговича. Пристав, пожалуйста, проводите его в зал. Действитель обвинения Фадеева, проходите, пожалуйста. Так, Егор, проходи, пожалуйста, присаживайся рядом с прокурором. Значит, Егор, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ты нашел Алину в тот злополучный вечер в Овраге, да? Все верно. Так, а скажи, пожалуйста, как ты считаешь, мог Матвей побить Алину, напасть на нее? За что? Ну, ваша часть, смотрите, если зайти издалека, то вообще как мы с Матвеем познакомились. Нам родители практически в одно и то же время купили скутеры. Мы часто тусовались в гараже вместе, чинили их. И я тогда узнал у Матвея как раз таки, есть ли вообще у него девушка. Матвей мне сказал, что она есть, но кто именно, не ответил. Спустя какое-то время я приехал к нему в гараж и при этом заранее не предупредил, не успел позвонить. Мне просто срочно понадобилась там деталь одна. Я приезжаю и вижу очень много фотографий Алины, почему-то вещи, которые она когда-то теряла. Даже футболка с физкультурой там была. И в этот момент, ну, я не мог просто не поинтересоваться у Матвея, откуда это все и главное, зачем. Когда я узнал, Матвей ответил, что дело не мое, я в это лезть не должен и вообще про это лучше бы мне молчать. Ну, я ему ответил, что Матвей, ну, посмотри на ситуацию объективно. С Алиной тебе ничего не светит. На это он мне ответил, что если не светит мне, значит, ты никому другому больше тоже не светит. Какая интересная дилемма. Скажи, Павел, смотри, а что ты имел в виду? Если никому, значит, если тебе не светит, то и никому. Так? Правильно понимать твои слова? Ну, я так сказал, но я это не подумав вообще ляпнул. Это просто так. Не подумав ляпнул. По лицу меня тогда в клубе тоже не подумав ляпнул. Ваша честь. Ударил? Да был случай как-то раз. Я думал, он меня убьет, честно говоря. Мы были в клубе с Алиной, танцевали. Ну, в какой-то момент начался Медляк, мы поцеловались. Так тут Матвей подлетает, меня в сторону отталкивает. Бьет мне по лицу прям. Ну, благо, просто там охрана была, они его отвели. Я не знаю, чтобы он со мной сделал так. Матвей, за что ты избил Егора? Да потому что он урод. Самый настоящий. С эстетической точки зрения, понятно. Поясни, пожалуйста. Причем тут эстетическая. У него есть девушка Римма Сотникова. Они с ней уже с девятого класса вместе встречаются. И в Москву они после учебы собрались. Вместе валить. А он Алинке просто берет и мозги морочит. Алина, как ты не понимаешь? Я бы никогда тебе вреда не причинил. Но, тем не менее, причинил. И сейчас упомянули вот девушка у нас Егора. Это Сотникова Римма Игоревна. И она расскажет, за что хотел убить потерпевшую наш подсудимый. Так, Сотникову Римму Игоревну приглашаем пристав, пожалуйста, в качестве свидетеля. Проводите ее. С каждым фактом все страннее. Поведение твое, Матвей. Но самое удивительное, что обменяем. И вон в чем дело. Психиатры установили, что никаких... Так, Римма, проходи, пожалуйста, присаживайся рядом с Егором. Так. Римма, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Скажи, пожалуйста, тебе известно о том, в чем обвиняется Матвей? Ваша честь, мы с Алиной близкие подруги. И я считала, что все про нее знаем. Ну, это оказалось не так. За неделю до того, как ее Матвей сбросил в овраг, мы стояли с Алиной на автобусной остановке. И она у меня спрашивает, есть ли у меня знакомый гинеколог в городе. Честно, я тогда офигела вообще. Она сказала, что у нее две недели задержки. И что вообще думать, что беременна. Ну, я была очень удивлена, когда бы она успела ребенка нагулять, потому что мы как бы с ней все время вместе, и вообще ничего не поняла тогда. Вот. И в этот момент я оборачиваюсь и вижу, что рядом с остановкой стоит Матвей. И делает вид, что типа нас не слышит. Но когда я его окликнула, он так на нас посмотрел, что я поняла, что все он прекрасно слышал. Матвей, значит, ты слышал, что Алина говорила о своей беременности? Да ничего я не слышал. Не слышал? Ну, конечно. Ага. А почему ты тогда желание загадывал, чтобы ребенок Алины умер? Ваша честь. Выясните, пожалуйста. Вот. В последний вечер, когда мы все вместе с ребятами собрались, мы устроили что-то типа там мистической тусовки. И решили вызвать Чернобога, чтобы он наше желание исполнял. В общем, нужно было написать на листочках свои желания, прочитать заклинания и листочки эти сжечь. Когда мы читали заклинания, Алина с чего-то встала, сказала, что она в этого все не верит и продолжать не будет. Матвей тогда на нее наехал, сказал, что нельзя на полпути это все останавливать. Сказал, что мы должны докончить, продолжить. Вот. И сказал, что Чернобог ее наказать может. Алина на это засмеялась и ушла. Ну, мы, понятное дело, с ребятами все это сделали до конца, как следует. Сожгли эти листочки и стали собираться домой. Когда я собиралась, я увидела листочек. Ну, подумала, что это как раз Алина, потому что она не сожгла же ведь его. Открываю, читаю, там написано. Хочу, чтобы ребенок Алины умер. Ну, как бы Алина это написать не могла. Я этот листочек взяла с собой, положила в карман, потом отдала полиции. А потом выяснилось вот как раз, что это Матвей написал. Выяснилось, эксперты установили, действительно, такого содержания листок, приобщен к материалам уголовного дела, действительно, такое содержание. И однозначно, черковеческая экспертиза подтвердила, что писал именно Матвей. Поэтому отрицать тот факт, что ты желал Алине зла, по-моему, уже просто глупо. Как это глупо? Я не могу это отрицать. Потому что это не я делал. Ну, да, да, возможно, я написал. Но я все равно говорю о том, что я не виновен. Ты ребенку зла желал. Ты говоришь, хочу, чтобы ребенок умер. Понимаешь, в чем дело? Это уже, мягко говоря, странно. Ну, потому что не делай рожать вообще от женатого мужика ребенка. Он и есть само зло. Но я не хотел никакого ей вреда причинять. Я и даже не причинял его. Да ты просто, наверное, бесился, что не тебя выбрала Алина, а какого-то вообще женатика. Вот и ты решил так ее наказать. Потому что ты за ней все бегал, все кричал, что она будет твоей. А тут вот так вот вышло, что она дело время-то зря не теряла. И спала с другим у тебя за спиной. Получается так. И ты решил ее наказать. Вот, пожалуйста. Да, не, может, ты, конечно, не хотел там ее убивать. Я не знаю, что у тебя в голове было. Но ребенка ее ты сто процентов хотел лишить. Это все неправда, Ваша честь. Да, Алина, мне нравилась. Да, мне стало больно от того, что в моих глазах она оказалась не такой, какой я себе ее представлял. Но я бы никогда себе не позволил ее наказать. Все понятно. Знаете, вот мы выяснили одну очень важную вещь. Алина, я к тебе обращаюсь. Ты действительно была беременна в тот момент, когда на тебя было совершено покушение? Слава богу, нет, Ваша честь. У меня, по всей видимости, сбился цикл из-за нервов. И я себе напридумывала, что беременна. Понятно. Ты себе напридумывала, вокруг тебя напридумывали. Уже все считали, что ты беременна. Тем не менее, информацию эту получил Матфей. Следовательно, к ревности и так-то нездоровой, которая была до этого, еще появилось желание мести за то, что его отвергли, за то, что она забеременела от другого. Поэтому он решил ее убить. Все логично, более чем. Ваша честь, в действительности, несмотря на все усилия обвинения, при попытке доказать, что мой подзащитный все-таки совершил покушение на потерпевшую, это не так объективно. Считаю, что здесь обвинение ошибается. Дело в том, что новость о том, что Алина беременна, очень сильно обеспокоила не только моего подзащитного, но также кое-кого другого. Сейчас мы узнаем, кто же все-таки, что же это все-таки за человек. Разрешите мне пригласить свидетеля, Ганодскую, Анну Сергеевну. Она в тот вечер была с ребятами. Она помнит все то, что происходило, и те обстоятельства, которые происходили в тот вечер. И она нам расскажет, что же это и что произошло. Ганодскую, Анну Сергеевну. Пристав, пожалуйста, проводите ее в судебное заседание. Свидетель защиты Ганодская, проходите, пожалуйста. Так, Аня, проходи, пожалуйста, присаживайся. Аня, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Я хотел бы знать, можешь ли ты нам точно сказать, кто именно столкнул Алину в овраг? Да, Ваша честь. Я была тем вечером в лесу вместе с ребятами, и знаю, что было на самом деле. Когда Алина резко ушла в 10 вечера, за ней, ну, минут через 10 ушли Рима вместе с Егором. И мы с Матвеем остались вдвоем. Мы сначала хотели поехать ко мне, у меня мама была на дежурстве. Но мы с Матвеем поругались, и я ушла одна. А он остался в избушке. Я пока шла по тропинке, услышала, как Егор и Рима ругаются. Прислушиваясь, Рима кричала, что Егор ее предал, что он изменил ей с ее подругой, и что она не возьмет в Москву его, и что останется он в этой дыре, воспитываясь вместе с Алиной ребенком. Егор тогда и поклялся, что он решит эту проблему, и Алина больше не будет вставлять палки в колеса им. Егор выбежал на дорогу, а Римка пошла домой. И я вместе с ней, соответственно. Егор точно догнал Алину. И он хотел убить ее ребенка, поэтому и столкнул. Так, подожди, подожди, Ань. Смотри, тебя, как и остальных участников вечеринки, допрашивали в ходе расследования. А почему ты этого не говорила на следствии? Важный вопрос. Почему не говорила на следствии? Да, простите, просто я тогда так злилась на Матвея, что он до сих пор сохнет по Алинке, что я не сказала все полиции. Вы понимаете, мы встречаемся уже с ним три месяца, и я думала, что у нас все серьезно. А он, оказывается, до сих пор ее любит. Да и полиции я не хотела говорить, потому что мать бы меня прокляла. Просто отец Матвея, дядя Рома, он убил моего отца. И мама бы меня не простила, если бы узнала, что я сплю с сыном убийцы моего отца. И когда я узнала, что Матвей все-таки не справится без меня и без моей помощи, я пришла и решила рассказать всю правду. Я ничего не понимаю. То есть это ты меня во враг столкнул? Получается так. То есть это ты узнал, что я беременна и решил меня убить? Ну и подонок же ты. А я ведь дура, я правда думала, что ты меня любишь, и что у нас все будет хорошо, и что ты с Римкой только из-за денег ее родителей. А ты настоящий урод. Меня Римка заставила это сделать просто. Она прочитала в телефоне мою переписку с Алиной, где Алина пишет, что она от меня беременна, и сказала, что пока Алина беременна, она меня ни в какую Москву не возьмет. Вы не представляете, где я живу, но это просто такая дыра, там оставаться невозможно, там ужас кругом, и все, что можно сделать, это только либо набухаться, либо обдолбаться чем-то. А в Москве нам Римкин отец уже и квартиру снял, и с поступлением обещал помочь. Просто из-за Алины это все могло накрыться. Егор, ты что, вообще офигел? Ты что из меня сейчас монстра делаешь? Типа это я заставила Алину скинуть. Нет, ты еще скажи, что я тебя в постель к ней положила, может быть. Вообще пипец, урод просто. Ну, вообще вы там за моей спиной вместе спелись, вот теперь разбирайтесь сами. Значит, получается, ты с самого начала знала, кто совершил это преступление, кто столкнул Алину во враг, так? Ну, я подозревала, что это мог быть. Да что значит подозревала? Ты знала? Я не видела. Так уверенно сейчас выступаешь здесь. Я не видела, как он это делал. Я подозревала, что, возможно, это был он. Но потом же стали подозревать Матвея, и корягу вот это вот нашли с отпечатками с его. Ну, я подумала, что в теории это и Матвей мог сделать. Правильно ведь? Вот. Ловко у тебя получается. Как бы я вот стала говорить про Егора, да, там, ну, это было бы стрёмно. Мы с ним как бы два года уже вместе. И вообще-то я за него замуж планировала выйти. Ну, я как бы не думала, что он вот сюда придёт и начнёт на меня гнать. Вообще-то, ну, как-то не подозревала даже, что он таким уродом мог оказаться. Хотя, блин, куда я смотрела просто вообще. Ты сейчас имеешь в виду уродом из-за того, что он всё рассказал, или из-за того, что он толкнул Алину? Он на меня это всё гонит. Я-то ничего не делала. Я не хотел её убивать, поймите. Просто я просто хотел, чтобы у неё, я не знаю, выкидыш случился, и всё. Ну, да. Да, тогда ночью, ну, на этом повороте я её догнал, корягу подобрал, ударил. Она во враг упала. Потом я услышал, что Матвей сзади бежит. Я в кустах просто спрятался. Матвей её заметил, спустился, блин, вниз к ней. А как только она в себя пришла, она Матвея перед собой увидела, орать начала. Я сразу же вышел, сказал, что крики о помощи услышал. Она начала гнать на Матвея, потому что решила, что это он её ударил. Я тоже начал гнать на Матвея, потому что... Что ещё было делать? Потом Матвей сразу же убежал. Я скорую, милицию, полицию всех вызвал. Вот видите, Ваша честь, мой сын не виноват. Его подставили. Подставили. Ваша честь, я когда увидел её куртку в овраге, я решил спуститься посмотреть и споткнулся об эту дурацкую корягу. И когда я её поднял, она глаза открыла и начала орать. Ещё он из кустов выскочил и начал кричать. Ты что, урод, делаешь? Я бросил, перепугался и убежал. Видишь, Анечка, я правда не виноват. Да, она связался с ней. Но я теперь понимаю, что я вообще зря это всё сделал. Прости меня. Хорошо. Будем распутывать этот клубок дальше. Суд отдаляется для постановления приговора. Оглашается приговор. Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Руднева Матвея Романовича, несовершеннолетнего, ранее несудимого, совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105, то есть покушения на убийство, суд принимает решение Руднева Матвея Романовича по предъявленному обвинению оправдать в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса в связи с непричастностью к совершению преступления. Также одновременно суд, освобождая тебя от ответственности, Матвей, выносит частное определение о проведении проверки по факту совершения Фадеевым Егором Олеговичем и Сотниковой Риммы Игоревной преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса «Причинение тяжкого вреда здоровью». Поэтому вы будете готовы ответить за то, что вы совершили, Егор, Римма, я предупреждаю вас. Поэтому сейчас правоохранительные органы проведут проверку и, возбудив уголовное дело, а точнее продолжив расследование уголовного дела, которое уже у нас существует, очевидно привлечет вас. Матвей, я очень рад, что мы разобрались во всем, что это была досадная ошибка, но тем не менее, на то правосудие существует, чтобы исправлять ошибки. Судебное свидание закончено. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!